Я включил запись на всякий случай, так что я работаю сделать с самого начала. Михаил Дмитриевич, Илья, вы можете нажмите запись на запись. Я запись включил как раз. Не запись, а запросить управление в правлении его презентации. Я сейчас просто запишу эту презентацию, секундочку, я это сделаю. Сейчас видит. Тут у нас перегматывает управление, я не понимаю только кто. Сейчас не видели. Сейчас не видим. Ага, а что случилось? Такое впечатление, что у вас не обновляется игра. Я не понимаю почему. Я сейчас открою свой рабочий стол. Скажите, Павел, все видно сейчас? Да, сейчас все видно. Листается? Да, да, да. Так, Юрин, вы рассказываете, я листаю. Давайте. Начали. Хорошо, начнем тогда. Спасибо. Тема численно-аналитические модели в задачах математического моделирования. Потом, вторая слайда. Пожалуйста. Дальше, пожалуйста. Давай. Расскажите, пожалуйста, этот слайд. Давай, с этого места. Видели? Видели? Видела? Да. Объект тестирования. Мы рассматриваем систему, следующую систему. А здесь Т, независимая переменная, обычная премия. Х и Д, координаты подвижной точки, Ф и Д. Это далационная функция от переменных Х и Д до ХМ. Модель используется для описания механических явлений, явлений химической, генетики и явлений павлиационной динамики. Дальше, пожалуйста. С нашей системой связывают деференцирование, следующее деференцирование, более Q. А мы видим определение, рационная интеграция движения и многочленам дорогу. Непостоянный элемент G, более Q, производенная DG, которого равно нулю, раздельственное, называют рационной интеграцированием движения этой системы. Непостоянные многочлены G, количество Q, производенная DG, которого делится на G-целы, называются многочленами дорогу. Всякая разная схема, решение следующее, следующее системы описывает переход от значения Х, сядая в некоторый момент время Т, к значению Х, сядая в момент время Т, плюс Т. Х, новые значения, будем далее обозначать как X со шляпкой. Определение 1. Будем говорить, что разностная схема сохраняет интеграцию движения i. Если есть уравление, задающее разностную схему, следует следующее уравление. Дальше, пожалуйста. Наши цели – раздоборать методы. Методы первое – отыскание рационной интеграла движения динамической системы. Второе – конструирование разностной схемы, сохраняющих все найденные квадратичные интегралы. На защиту выносятся пять положений. Дальше, пожалуйста. Первая цель – отыскание интегралов. Задача 1. Задана автономная система дифференциальных уравлений. И число n. Требуется найти все рационные интегралы движения этой системы, порядки которых не превосходят заданного числа m. Задача 2. Задана автономная система дифференциальных уравлений. И число n. Требуется найти все многочленные трубы этой системы, порядки которых не превосходят заданного числа n. Следует отменить, что в настоящее время нет алгоритмов решения аналогичной задачи, если граница n не задана. Следующий, пожалуйста. Метод решения было предложено Лагутинским и реализовано в саде. И в местопатно положение 1. Проведено комплексное тестирование пакета Лагутинский форсет на задачах из задачника Филиппов. На слайде следующий оказались результаты. Проведено оптимизации пакета Лагутинский форсет. В частности, раздаводан и распределённый алгоритм вычисления интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Пакет добавлен новыми функциями. Первое. Вычисление значений определителей Лагутинского в случайной точке. Второе. Отискание интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Третье. Проведено необходимое условие существования интегралов, занимающихся филипциалом. Дальше. Теперь посмотрим два примера. Пример 1. Интегралные кривые. Следующее уравление является трансцензентными кривыми или алгебрическими кривыми порядками, которые больше десяти. Следующий код оказался на слайде. Утверждение ответа на этот вопрос. Хорошо, Сева. А дальше да. Предмет 2. Выясним, допускает ли следующее заданное дифференциальное удовлетворение. Интеграл, числитель и знаменатель, которого являются трехчленным. А порядки интегральных кривой не превосходит пяти. А следующий код оказался на слайде. Утверждение ответа на этот вопрос. Дальше, пожалуйста. Положение 3. Найдем и обозначены необходимые условия существования доциального интеграла для одного класса. Дифференциирование, для которых в диссертации предложено название занимающих дифференциирование. На его основе найдем новые достаточные кридеры, отсутствующие алгебраевского интеграла диперенциального уравления. Проверяка. Выполнение этой кридеры описано в виде алгоритма и реализовано как функция в сеть. Дальше, пожалуйста. Дальше мы видим определение базис B, колецо K. И на базисе видим отношение порядка следующее. Дальше, пожалуйста. Дальше слайд. Спасибо. Определение 3. Дифференциирование D, колецо K, будем нажимать сжимающим. Если существует такой базис B, в котором производная M и D равна C и D умножить на M и D плюс О мало, а числа C и D показателями задия в базисе B. Дифференциирование D, колецо A, допускает рациональный интеграл только в том случае, когда следы показателей задия имеются равные. Дальше, пожалуйста. Функция Лагудинск AB служит для проверок существования рационального интеграля для обыкновенных дифференциальных уравлений первого порядка. Если она возбращает ВОС, то такое существование не может. Пример 3. Для следующего уравления Лагудинск AB воспрощает ВОС, то такое интеграля существование не может. Эта функция ищет неподвижимые особые точки и будем сдвигать системы координат в одну из них, и Бабарода Ассент получает диперенциальное уравление с сжимающим диперенцированием. Дальше, пожалуйста. Задача 3. А теперь вторая цель. Консервативные разночные схемы. Задача 3. Конструировать консервативную разночную схему, аппроксимирующую заданную автономную систему. А что еще важно, кроме порядка аппроксимации и консервативности? Задача 4. Исследовать кончестоверные свойства приближенных решений, найденные под заданной консервативной схемой. Может ли приближенное решение унаследовать периодичность точного... Все, спасибо. Купа оказала, что схема следственной точки сохраняет все квадратичные интеграля движения. А положение 4. На примере двух моделей, линейные и эллиптические осцилляторы, геологические и в серии численных экспериментов, исследованные с хранения периодического характера, осцилляции динамической системы при дисклетизации полской мышления точки. Дальше, пожалуйста. На слайде сравняются непрерывные модели и дискретные модели для линейного осциллятора. Непрерывные модели описывается системой двух деференциальных уравлений, а дискретные модели – додастностные уравления. Непрерывные модели следует существование интеграля движения, указано на слайде. А разностные уравления следует следующий закон сохранения. Дальше, пожалуйста. Возьмем для приближенного решения следующую сягу. Непрерывные модели решения являются периодическим, а дискретные модели тоже получаются периодические решения. При этом непрерывные модели период равна 2P, а дискретные модели при этом m умножить на дельта t в стекле 2P в пределе n до бесконечности. Непрерывные модели траектории окруженности напрокости x, y, а дискретные модели траектории правильные n угольники. Дальше. Спасибо. Схема следования точки принадлежать к семейству симплектических схем long-cud и все эти схемы сохраняют квадричный интеграл. Положение 5. Для небольших значений S и P исследований в стадии многообразия будучи алгебраические множества в афином пространстве коэффициентов явных, неявных и симплектических схем long-cud заданного числа стадии S и порядка аппроксимации P. Задача вычисления решения по известной разноценной схеме относится к вычислительной математике. Задача отыскания самой схемы это к компьютерной алгебрали. Дальше мы видим определение схемы long-cud и дальше пожалуйста дальше пожалуйста величины нет предыдущие предыдущие пожалуйста величины да задача следующие величины спасибо A, A, I, J, B, I, C, I называют коэффициентами схемы и записываются в таблицу путчет эти коэффициенты подчиняют двум условиям первая аппроксимация вторая симплектичности в диссертации было доставлено и реализовано в системе оригинальные алгоритмы отыскания условий аппроксимации дальше спасибо дальше пожалуйста определение 4 если рассматривать коэффициенты схемы как точки многообразия в одном пространстве до точки удовлетворяющей двум названным условиям образуют некоторые многообразия VSP симплектичность поэм многообразия путчет в диссертации исследования это многообразия при помощи встроенного в сеть инструментации для работы со многообразием и идян поднаменных кольца таблица 1 размерности VSP вычисления в сеть дальше пожалуйста теперь мы посмотрим два предмета предмета 1 при S равно 2 P равно 3 размерность многообразия V равно 1 то есть это многообразие является кривой Lodge этой кривой равен нулю поэтому эта кривая является уникурсальной а коэффициенты схемы может быть выраженной рационной через один параметр T имеются бесконечно много различных вариантов для выбора коэффициентов путчета следить рацион нын нын чисел вторая 2 при S равно 2 F P равно 4 размерности многообразие V равно нулю поэтому многообразие состоит из двух точек вторая из этих таблицы дает известную кослоденду лунгокрута схему четвертого порядка трудности с раздом числа S в стадии возрастает H числа переменных S квадрат плюс S а вместе с ним H сложности вычисления перезагребны система уравления которая получает для случая S равно 4 не может быть исследованы не только в SED и в MAPL хорошо дальше спасибо дальше мы видим список задач решения в диссертации пограли вас за внимание Давайте я уберу пока славя, попробую видеть вас всех, какие будут мысли? Олег, можете что-нибудь сказать? По работе, конечно, я не совсем глубоко там разбираюсь, по работе вы больше там точности знаете какие, касательно именно произношения есть некоторые такие вот, ну это понятно, что в плане это, я заметил часто слово базис читается бэйзис. Вы говорите часто бэйзис, на русском ба, ба, базис. Такие замечания. Еще есть там, я еще что-то отмечал, есть такое слово, вот слайд, по-моему, 5-6, это конструирование. Как-то не знаю, мне ухо порезало что-то, конструирование. Иногда говорите не дорбу, а долбу. Долбу это чуть-чуть другое слово. Ре, то есть, ну это такие вот, в плане работы, в принципе, еще там я вот, мне показалось, я хотел бы посмотреть, конечно, на рунге кутто, почему-то мне показалось, что он записан через рунге, а не рунге. Может, я не прав. Вот, еще есть сейчас. А это написано через ге, но проблема в другом, вот с маленькой буквы написано. Да, 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 это тоже я отметил, то, что написано еще из рунге, кутты. Написано где с большой, а кутты есть с одной маленькой. У меня вот я тут вордовский файл открыл, и чуть замечание, которое успевал отмечать, я себе отметил. Вот, и еще что-то у меня было там. Вы еще говорите, где период, вы говорите 2P. Ну, 2P это будет на английском, а надо говорить 2P. Да ладно, хорошо. 2P. Спасибо. Так, что еще? Еще вот слайд, по-моему, 24, что-то уникурсальное. Вот я даже сам не понял, что это такое, Михаил Дмитриевич, может, вы мне это можете объяснить? Нет, есть слово. Клевая рота ноль. Я не думал, что вы с этим сталкивались. Я подумал, что, может, универсальное, думаю, почему уникурсальное не звучит? Нет, это специфический термин. Понятно. Это я просто для себя отметил сам, просто, чтобы понять. А что я заметил? Да, это вот подвайд, потому что нужно исправить рунги кутта, потому что написано с маленькой буквы, и еще написано с рунгке. Может, я не заметил, но мне показалось, что написано рунгке. Олег, мне кажется, вы свой вордовский файл приложите прямо вот к этому выступлению, там где-нибудь в чате, или еще. Или мне по почте просто. Но лучше, чтобы он подвижал, и чтобы, так сказать, те могли в него посмотреть, в том числе. Я так быстро мы успел, то есть... Нет, я понимаю, это не так. Вот, я тоже, когда слушал вот сейчас отвлеченно, тоже подвергал некоторое количество ошибок. Ну да, в силу языка я понимаю, что сложности, но я их уже не прямо на них обращал. Но есть такие, которые прямо стоило. Но, собственно, центральный вопрос состоит в следующем. Вот доклад продлился 20 минут. Удалось составить какое-то представление о том, чем она занималась? В целом, да. Мне удалось. То есть, я понял. Я просто пытался больше сконцентрироваться на том, чтобы посмотреть, какие корректировки, дать бы совет, чтобы чуть-чуть поправила. А в целом, то есть, по задачам, я смотрел тоже. У нас ведь задача-то, она простая. Юрин это рассказывает достаточно большой аудитории. Поэтому понятно, что никто глубоку прыгать, ну, кроме некоторых людей, которые там будут специально для этого приглашенные, в тему не будет. Но нужно, чтобы в наивом порядке они поняли, о чем идет речь. Я так вас понимаю, что вы услышали. Для универки, да? Да, речь о чем пойдет, понятно. То есть, в этом, да. Я, в принципе, думаю, обычному, кто, конечно, более понимает в этом, он начнет задавать более точные вопросы конкретно. А в плане вот так, что происходит, то есть, именно по презентации, есть конкретно. Единственное, что я не заметил, может, я прослушал новизна. Вот, обычно это требует, насколько я знаю, особенно в таких работах. В чем новизна, вот, все такое. Ну, там было, по-моему, отмечено, что никто ничего не... Ну, то есть, конкретного такого вот четко не было выделения новизны нашей работы. Обычно это требует, насколько я знаю. В автореферайте это, безусловно, есть, а вот на флайна мы это решили не выносить. Вообще говоря, вопрос достаточно дискуссионный, надо это или не надо. Дело в том, что... В диссертации есть несколько понтов, достаточно таких, как-то формально обязательно присутствующих. Актуальность, новизна, положение, выносимое на защиту, результаты. В некотором смысле они друг друга повторяют. И если рассказывать их все, то получается, немножко тяжело это все. А с афтологией много получится. Дело очень просто. Мы вынесли положение, выносимое на защиту, формулировки. Валочки. А вот все остальное по мере сил. Заней Анатольевич просит еще в конце, это я обязательно добавлю, все публикации списком. В угол. В угол. И, собственно, из тяги соображений в конце появились все результаты, просто списком перечисленные. Я не имею смысл их читать, тем более, что в авторитарате они все есть. Хорошо. Спасибо. Так, Али, а вы что можете сказать? Ну, после что Олега сказал, пока ничего не осталось. Хорошо. Хорошо. В таком случае я хочу сказать следующее. Вот, уважаемые товарищи, формальные признаки, которые у нас есть. Всем вам предстоит на защите диссертации говорить презентацию на 20 минут. Проблема состоит в следующем. С одной стороны, вы должны удовлетворить формальным вещам, как то, значит, положение выносимое на защиту, ну и прочее, что я сейчас сказал. А с другой стороны, вы должны очень коротко людям объяснить, чем вы занимались. Вот, если рассказать чисто формальные вещи, то это будет неправильно. Если рассказать вещи чисто неформальные, то люди тоже будут считать, что вы мне рассказали самое важное. Более, кстати, несложно. Каждый раз пытаемся, и когда получается по-разному. Так что, вот, такого рода вещи вас тоже ожидают. Так, я, собственно, и хотел, чтобы вы посмотрели, как оно вообще бывает, и высказали какие-то свои замечания. Пожалуйста, если возникнут, ну, я знаю, что Олег возникли точно замечания, добавьте к нашему собранию, прямо здесь, и мне по почте тоже киньте. Вот, афографические ошибки мы, безусловно, с вами поправим. Так, теперь у меня есть несколько дел к здесь присутствующим в разной степени. Порядка, извините, я все-таки, наверное, попробую как-то. По порядку поступления. Юин, давайте начнем с вас. Леонид Антонович просил меня выявить ситуацию с копией диплома. Да. Скажите мне, как он выглядит, чтобы я ему сказал, что я выявил. Да, да, вот это правда. Сколько страниц в нем? Страница, сейчас я считаю, один, два, три, четыре, пять, шесть вместе. Да, пожалуйста, сделайте следующее. У вас телефон фотографии, можем сделать? Да. Сейчас не можем. Смотрите, как страницы, и пошлите по почте мне. А я переключу Севастьянова, или можно сразу Севастьянова. Давайте мне. Смотрите, пожалуйста, сейчас вам нужно, или после собрания? Не обязательно, сегодня. Хорошо, сегодня, после я отправлю. Это связано с формальными вещами, поэтому тут задавать вопросы будет проще, если они будут видеть, как это выглядит. Да, все понимаю, да, хорошо. Я сейчас тебе остановлю запись, потому что наши дальнейшие разговоры будут никому не интересны. Продолжение следует...